МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шуша – сердце Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша – символ нашей культуры, истории. Шуша дорога для всех нас, но не только Шуша, нам также дороги горы Лачина. Мы никогда не сможем жить без Лачина. Такой красивый город, как Агдам, Физули, Джибраил, Зангелан, Губадлы, родники Кельбаджара, Кельбаджарские и Стесу. Без них мы не сможем жить. Желаю, чтобы мы вместе с вами поехали в Шушу. Поедем. Верьте, что поедем. Это слова общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева о находившихся под оккупацией территориях. А воплотил их в жизнь президент Ильхам Алиев. Осенью прошлого года наши земли под руководством верховного главнокомандующего были освобождены. Мы вернулись. На этой неделе в Шуше состоялся музыкальный фестиваль Хары Бюльбюль. Впервые проводимый в нынешнем году после длительного перерыва музыкальный фестиваль Хары Бюльбюль посвящен светлой памяти наших шахидов. За этот день мы в долгу перед нашими отважными военными, азербайджанским народом. Народ объединился, проявил солидарность, сплотился в единый кулак, и азербайджанский народ одержал эту победу. Это наша общая победа. Прошу минуты молчания почтить светлую память наших отважных шахидов, погибших в отечественной войне. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов. Наши отважные военнослужащие, поднявшись по этим отвесным скалам, в рукопашном бою освободили Шушу от оккупантов, несмотря на то, что захватчики стреляли по нам из танков и пушек. В боях за Шушу у нас были шахиды, но национальный дух, ведущий нас вперед, обеспечил победу. Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства, потому что через день после этого Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции, составленный на наших условиях, и мы без единого выстрела вернули Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы. Не случайно 8 ноября, день освобождения Шуши, был объявлен в Азербайджане официальным государственным праздником, объявлен праздником Победы, и мы каждый год будем отмечать этот праздник. Не случайно и то, что фестиваль организован именно накануне праздника Рамазан. Мы народ привязанный к своим религиозным, национальным, духовным корням. Иначе нам никогда бы не удалось положить конец оккупации. Все эти годы мы жили одной целью – освободить земли, восстановить справедливость, сохранить национальное достоинство. И мы добились этого. Сегодняшние мероприятия еще раз показывают, что мы вернулись в Шушу, и отныне вечно будем жить здесь. Шуша – национальное достояние азербайджанского народа. И тот факт, что этот город объявлен культурной столицей Азербайджана, еще раз это подтверждает. В следующем году Шуша исполняется 270 лет, и этот праздник обязательно будет там отмечен. Подробнее же о музыкальном фестивале Хары Бюльбюль поговорим с гостем нашей студии, народным артистом Азербайджана, послом нашей страны в России, Палладом Бюльбюльоглым. Паллад Малин, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Вам спасибо, что нашли для нас время. Паллад Малин, я помню, 8 ноября, в день освобождения города Шуша, мы с вами в рамках специального выпуска выделились с нами впечатлениями об освобождении города. И вот теперь мы уже будем говорить о проведенном там музыкальном фестивале. Впервые за столько лет он вновь прошел Хары Бюльбюль. Азербайджанцы вернулись в Шушу и возрождают ее. Это непередаваемое чувство гордости каждого азербайджанца. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я предлагаю послушать, посмотреть небольшой фрагмент с фестиваля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и престижных, и зарубежных, и отечественных. Но вот того, что я испытал на этой сцене, построенной на Джидир-ду-Зю, после великой победы азербайджанского народа, нашего президента, верховного главнокомандующего, первый концерт в Шуше, в Джидир-ду-Зю, это была моя мечта. И вы знаете, я пел как во сне, честно говоря, просто даже вот, и уже когда к концу песни вдруг такая мысль, что-то так быстро песня прошла. И вы знаете, удивительное, вот я стал говорить, что я выступал во многих странах мира, на многих площадках, это было удивительное единение вот всех тех, кто находился на Джидир-ду-Зю, начинает от глубокоуважаемого президента и всеми любимой Мегри-Банханом и семьи президента, кончая вот последним солдатом, которые это охраняли. Вот было такое ощущение, что это одна семья. Вот просто собралась одна семья, весь азербайджанский народ, который вот празднует эту победу, это возвращение Шуши. Мы так долго ждали. Невозможно забыть слова президента, когда он сказал Шуша, азатсар. Да, да, 8 ноября. 8 ноября. Вы знаете, и просто удивительное чувство, удивительное. Во-первых, ну то, что я еще говорю, все как во сне просто, на каком-то автоматизме это было. Яркое-яркое солнце. Причем за несколько дней до этого, я был Шуши, были проливные дожди, проливные просто, вот очень сильные дожди были. А тут именно прямо вот и 11, 12, 13, солнечные теплые дни и природа. И потрясающе, когда даже стоишь на сцене и видишь эти горы, долины, леса. Это сказка какая-то. Тем более, вы знаете, что я просто мечтал об этом все эти годы. У меня были три желания, о которых я всегда говорил и молился, чтобы они осуществились. Это, конечно, восстановление дома своего отца, возвращение расстрелянных памятников в Шушу и проведение фестиваля Хары-дульды. И все три моих желания исполнил наш глубоко уважаемый президент, когда дал указание в этом году провести фестиваль Хары-дуль-дуль. И сам лично привез в Шушу расстрелянные памятники и восстановил их на том месте, откуда они были украдены. И дал указание, и дал разрешение мне восстановить дом отца. Вы знаете, это, ну, я еще раз говорю, непередаваемые чувства, просто непередаваемые чувства. И особенно вот, когда я пел Азербайджан, и весь зал встал, и господин президент встал, и за ним встал весь зал. И просто я еще раз говорю, ну, большего счастья не может быть. Это все то, что... И вы знаете, вот первый раз в 95-м году, когда отмечали в Баку здесь мой юбилей, и приехали очень много гостей тогда, не только из России, но и из других наших бывших союзных республик. И в 95-м, я сказал, в конце концерта, который длился почти 7 часов, во дворце, который сейчас носит имя Гейдар Алиича, и Гейдар Алиич был в зале, я сказал, что гюн о гюн олсуньки без бы концерты в шадавере. Чидыр ду зюнда. Это в 95-м году, понимаете? И потом все свои юбилеи, всех своих торжественных концертах, я всегда говорил, что вот... И вот вы знаете, когда все это сбылось, ну, трудно передать словами. Как раз сейчас наблюдаем на мониторе это все. Те чувства, те ощущения, то, что происходило там. Я говорю, это было уникальное единение. Вы знаете, концерт кончился в 12-м, люди еще часа два не расходились, танцевали, пели, фотографировались. Да, и это было незабываемо, конечно. Это впечатление на всю оставшуюся жизнь. Вот, наверное, примечательно, что на этом же фестивале выступали не только азербайджанцы, но и представители различных народов из каждого уголка Азербайджана. Вот какой месседж в себе это несет, как для мирового сообщества, так и для армянского сообщества? Это несет очень большой политический, культурный смысл. Дело в том, что вот если наши соседи даже захотят провести такой концерт, они не смогут, потому что это монореспублика, там нет других национальностей. А этим, на фоне того, что западные лидеры заявляют, что политика мультикультурализма на Западе провалилась, азербайджан не просто декларирует, а демонстрирует в жизни этот принцип мультикультурализма, когда все нации, живущие в народности, нации в азербайджане, сохраняют свою культуру и могут ее представить, могут исполнять свои песни, свои произведения, танцы и так далее. Мультикультурализм в Азербайджане, он живет, работает, как говорится, он в действии. КОНЕЦ Ну, многие зрители знают, что когда-то в 89-м году впервые этот фестиваль, Хары Бельбюль, я только в 88-м году меня назначили министром, но уже начиналась вся эта возня вокруг Карабаха, уже были события в Топхане, уже люди собирались на бывшей площади Ленина, которая сейчас Азербайджане и Данны. И вот этот процесс начинался, и вот я подумал о том, что надо создать именно почему фольклорный тогда фестиваль, чтобы приглашать народы разных стран, чтобы они могли видеть своими глазами потрясающую природу Карабаха и саму Шушу. Ну, кто мог тогда представить, это же бы никому во сне не приснилось бы в 89-й год, что такая огромная страна может прекратить свое существование или, грубо говоря, развалиться, что соседи оккупируют наши земли, что через 30 лет мы их вернем, и фестиваль приобретет совершенно другое значение. То есть сегодня этот фестиваль, он приобрел такое общенациональное значение, он приобрел какой-то такой фактологический доказательство того, что это Азербайджан, это Карабах, это Шуша. А когда вот этот мальчик пел в Ачинах... Да, с чего началось выступление. Просто, вы знаете, ну, кто еще может так спеть? Это может спеть только человек, рожденный там, у которого в крови. Этому научиться нельзя. Это ни в одной консерватории, ни в одной музыкальной школе этому не научат. Это у человека в генной памяти. Это или есть, или нет. И вот когда этот мальчик пел, это уже был такой первый потрясающий аккорд. И потом вот то, что вы сказали, что люди, живущие в Азербайджане, разные народы, национальности, представили свою культуру. Я специально для этого концерта шил вот этот национальный костюм. Да, и специально подбирал и кинжал, и папах. Вот мне хотелось очень... Вот когда уже господин президент объявил, что будет в этом году Харабинбюль, ну, я понимал, что меня, наверное, пригласят. Вот. И сразу стал вот думать о том, как выступить. Конечно, это должно было быть именно вот в таком национальном, карабахский этот костюм. И нахаштар, затар, это все вот карабахский. И даже вот вплоть до этого продумалось, чтобы никаких лишних элементов не было в костюме. Ну, это как бы вот осознание того, что мы вернулись. И вернулись, как сказал господин президент, навсегда, другого быть не может. Ну, господин президент дал указание, это фестиваль впервые ежегодным. Я надеюсь, что будут приглашаться. Ведь же почему очень важно, вот сейчас собрались наши звезды мирового уровня, азербайджанцы. Это Юсиф Эйвазов, это Динар Алиев, это Чин Азизов, это вот Рза Азаде. Вы знаете, мы гордимся ими. Сегодня они поют на лучших площадках мира. Совсем недавно в Большом театре, ну, Большой театр – это одна из таких мирового уровня площадок, на которые выступит большая честь. Была Тоска, где все главные партии пели азербайджанцы. Ну, это гордость для любого музыканта, деятеля культуры, я думаю, для всего народа. И вот они все, у них график расписан на два-три года вперед. Они все дела бросили и все приехали. Это говорит о том, что вот Торпах Чахель, да, вот Родина зовет, и надо приехать. Причем, ну, все с такими, знаете, сейчас такого сообщения прямого нет. Вот я как раз на машине, сам за рулем, специально и туда, и обратно поехал по Захарелу. Она еще строится в процессе строительства. Вот я вчера ехал, и буквально в нескольких местах нас останавливали, приходилось ждать по полчаса, потому что шли там взрывные работы, насыпь, потом трактор все это очищает, потом проезжаешь. Но вы знаете, это такое удовольствие. Во-первых, природа, просто красота неимоверная. Ну, я много раз был в Швейцарии, видел все, но это никакая Швейцария в сравнении не идет. Это будут такие туристические места. Я думаю, что люди с удовольствием будут приезжать, просто смотреть вот на эту панораму. Это потрясающе. Мы там на вершине одной горы остались. А там перевал, там несколько гор надо проехать. На вершине одной из гор остановились. Вы знаете, какой воздух, какое упоение. Птицы поют. Просто уезжать не хочется оттуда. Удивительно, что Швейцария просто не отпускает. Вы, в принципе, опередили уже мой вопрос. Да. Да, уже идут восстановительные работы. Да, работы идут. И мечеть. 24 часа идут. Мечеть будет потрясающая. Такими темпами. Уже совершен праздничный намаз. Да, вот буквально позавчера я там был. И она приведена в порядок. Сейчас идут ремонтные работы. Вот нижний ГГРГ. И вот то, что господин президент заложил в фундамент, это будет красивее. Я видел проекты, но красивейшая будет мечеть. И господин президент учел такую вещь, что это было 8 ноября, то есть 8-11 месяц. И два минорета, они будут сделаны так, чтобы читалась цифра 11. То есть 8-11 месяца вознаменование этой великой победы и возвращения в Шуши будет построена мечеть, которая будет доминантой всего города. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы уже так рассказали о Шуши, что туда захочет поехать каждый. О Шуши могу говорить сутками. Поэтому, может быть, я занял слишком много времени. Но мне очень приятно. Я еще переполнен эмоциями. Еще пока надо, как-то знаете, это переварить все. Потому что такое ощущение, что, может, сон видел. Может, все это неправда. Это все правда. К счастью, это все правда. Мы вернулись. И спасибо вам большое, что нашли для нас время. Спасибо. За ваши ответы. Спасибо. Я напомню о музыкальном фестивале хары бюль-бюль. В Шуши мы говорили с народным артистом Азербайджана, послом нашей страны в России по ладам бюль-бюль-оглы. Отмечу, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются крупные созидательные проекты. Они охватывают не только восстановление деоккупированных земель, административных зданий, исторических памятников. Это в том числе возрождение традиционных культурных мероприятий, которые на протяжении долгих лет там не проводились. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Все народы в Азербайджане живут как одна семья. И мы, как уже было отмечено, вновь в этом убедились на фестивале хары бюль-бюль. На его сцену вышли представители народов, проживающих в Азербайджане, и продемонстрировали свою культуру, в том числе у Дины. Об этом в ходе поездки в Габалинский район страны сказал президент Ильхам Алиев. Там глава государства принял участие в открытии инфраструктурных проектов и посетил религиозные учреждения в поселке Ницш. Церковь Святого Елисея, Чотари и Церковь Святой Девы Марии. Сейчас мне сказали, что еще одна школа нуждается в ремонте. Школа, построенная в 1968 году, находится в непригодном состоянии. Я дам ей это указание. Будет подписано распоряжение, чтобы мы восстановили эту школу. Будет проделана вся остальная необходимая работа. Большое спасибо. У нас есть две школы, которым более 150 лет. Две школы? Да, у нас очень красивый этнографический музей. Две школы нуждаются в ремонте или одна? Мне сказали, что школа номер 4. Две. А другая какая? Школа номер 1. Один и четыре. Да, во дворе этой школы есть церковь, но школе номер 1 больше 150 лет. В каком состоянии другая школа? Тоже в плохом. Я поручу отремонтировать ее по линии фонда Гейдара Лива. Господин президент, в будущем нашей молодежи очень нужен спортивный комплекс. Организуем. Там в селе есть место? Есть место во дворе этой школы. Ремонт школы номер 1. Работы, связанные со спортивным комплексом, наверное, выполнит фонд Гейдара Лива. А ремонтные работы в школе номер 4 будут осуществлены по государственной линии. Во дворе той церкви. Во дворе церкви, в которой я был? Да. Давайте пойдем, посмотрим. Основа нынешней победы была заложена в 1993 году с возвращением к власти Гейдара Лива. К тому периоду наша страна, можно сказать, практически распалась. Шла гражданская война. Именно благодаря деятельности общенационального лидера азербайджанскому народу удалось с честью это сложное время преодолеть. 10 мая со дня его рождения прошло 98 лет. Гейдар Алиев завоевал большое уважение не только в Азербайджане, но и в мировом масштабе. Это личность, которой принадлежат исключительные заслуги. Тему мы продолжим с послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой. Эльмир Аханум, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, заслуги Гейдара Алиева перед родиной неоценимы. 10 мая со дня его рождения исполнилось 98 лет. Нынешняя годовщина, она действительно особенная. Наши земли, которые долгое время находились под оккупацией, наконец-то освобождены. И исполнил то, о чем всегда мечтал Гейдар Алиев, его сын, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но сначала хочется первый вопрос, коснуться именно 1993 года. Тогда было очень сложное время, мы помним, что происходило в стране. Как Гейдару Алиеву удалось вывести республику из того состояния и объединить народ? Ну, я часто привожу здесь высказывания Конфуция, которые звучали в моей книге, в моем семитомнике, о котором мы не раз говорили на телеэкране уважаемого мной СБС. И Конфуция говорил, что государство может прожить какое-то время без армии. Оно может прожить без хлеба, но оно не сможет прожить и дня без веры. В 1993 году народ Азербайджана потерял веру в своих правителей, в тех людей, которыми руководили. И когда вернулся Гейдар Алиев, он вернул людям веру. Его возвращение – это вера азербайджанского народа в спасение, возрождение страны. Поэтому ему все и удалось. Эльмира Ахану, что сегодня в Украине подделалось именно в 98-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева? Расскажите нам, пожалуйста. Мы знаем, что вы лично с ним были знакомы. Вы очень хорошо и прекрасно можете рассказать сейчас. Ну, о том, что я лично была знакома, наверное, известно всем. Я 10 лет работала в составе президентского пола и сопровождала его практически во многие, можно сказать, зарубежные визиты. Также в поездке по стране, что вылилось впоследствии, по его благословению, в семитомный роман-исследование Гейдара Алиев личности эпохи. Впоследствии этот роман стал трехтомником и пошел уже в переводах по зарубежью на зарубежного читателя. Был издан на английском языке, на турецком языке, в Москве на русском языке было два издания, на венгерском языке, на таджикском языке. Я счастлива, что мне удалось в первый же год моего руководства посольством осуществить это колоссальное издание. Пока первый том на украинском языке Гейдара Алиев, Петтагарем Влады. То есть под бременем, под тяжестью ответственности, под бременем ответственности. Это первый том, который охватывает детство, юношество, годы работы в КГБ и советский период. В настоящее время идет работа над вторым томом. И мы презентовали эту книгу с участием украинской общественности. Было много писателей, очень известных писателей, которые говорили много о значении этой книги. Многие из них дали впоследствии большие статьи. Вот эта статья в литературной Украине. Гейдар Алиев и культура. Но самое примечательное, что здесь предисловие знаменитого академика Жулинского, директора Института литературы и Академии наук, который сравнивает ситуацию в Украине и в Азербайджане, сравнивает это не в пользу Украины. Говоря о том, посмотрите, посмотрите, наши руководители как заботятся в Азербайджане о культуре. И вот нам стоит бы брать с них пример. В знаменитом журнале «Киев дипломатический», который выходит 5-6 тысяч на тиражок, вышла огромная статья «Гейдар Алиев и азербайджанская диаспора как собиратель азербайджанской диаспоры». В Киеве дипломатическом пойдет большая статья «Дело президента». И самое главное, что мы провели помимо презентации, помимо книг, естественно, было возложение с участием общественности цветов, венков к памятнику Гейдара Алиева, замечательный памятник, который был открыт Ильхам Гейда Ачумалим в 2004 году в центре Киева, около нашего посольства, этот сквер Гейдара Алиева стал любым местом и отдыха, и, так сказать, прогулок украинцев, и многие даже молодые пары приходят туда в день бракосочетания к этому памятнику, этот сквер фотографируется на фоне замечательных сакур, которые здесь цветут, привезенных из Германии. Ну, вторая, я думаю, что просто уникальная акция была сделана маленьким коллективом нашего посольства, особо хочется поблагодарить Самира Аллахвердева, второго секретаря нашего посольства, Атташе по культуре Тарана Садыхова, Марину Гончаров, председателя директора Бакинского центра мультикультурализма, и был журналист у нас в составе жюри, знаменитый Виктор Васильчук. Мы провели всеукраинский конкурс студенческих эссе на тему «Феномен лидерства» на примере жизни и деятельности Гейдара Алиева. Вы представляете, около 10 вузов приняли участие. Эти ребята жили буквально этим конкурсом. Мы прислали около 200 работ, из которых мы еле-еле смогли отобрать 200, потому что настолько все были хороши, настолько все были замечательны, что сначала мы хотели первую тройку, потом десятку, а потом сделали 20 лауреатов. А что именно отмечалось? Вот о чем писали? Что отмечали? Знаете, мы хотим вообще настолько это все поучительно, настолько здорово, что мы хотим издать книгу избранных эссе и отрывков из этих работ. Они разбирали просто качество Гейдара Алиева. Что такое лидер? Почему Гейдар Алиев сумел стать лидером? Все отмечались с большой любовью, с большой искренностью. Его целеустремленность, его умение слышать и слушать собеседника, его дальновидность и прочее, то, о чем мы в Баку хорошо знаем. Но то, что не знают здесь за рубежом молодые люди, которым очень поучительно, как говорил Сергей Маяковский, делать жизнь с кого бы. Большую роль опять-таки сыграл Самир Муалим, который провел предварительные мастер-классы и лекции, онлайн-лекции. Это был Институт международных отношений Киевского университета, это был Харьковский национальный университет Каразина, и Западноукраинский университет. Он провел там лекции для студентов, рассказывая просто об этом феномене и деля студентами своим опытом, своими наблюдениями, своими мыслями об этом великом человеке. Вот это, я считаю, очень важно, чтобы зарубежная, особенно молодая аудитория, понимаете, училась на таких примерах. Ведь это очень важно, чтобы общенациональный лидер азербайджанского народа стал почитаемым, уважаемым и любимым за пределами нашей Родины. А украинская аудитория очень благодарная аудитория. Это дружественная нам страна. А здесь очень уважают Азербайджан, его культура, его традиции. И поэтому вот этот конкурс, он позволил им ближе соприкоснуться, конечно, с этой уникальной личностью. А 15 июня, в День национального спасения, мы пригласим их всех из различных уголков Украины. Они приедут, мы вручим премии трем лауреатам, а остальные будут вручены ценные подарки из Азербайджана. Это будут сувениры, это будут национальные какие-то наши принадлежности, которые тоже будут им говорить о нашей культуре. Таким образом, вот эти три мероприятия, серия статей, серия публикаций в украинских СМИ, она, конечно, позволяет людям ближе познакомиться и с нашими лидерами, и с нашей культурой. Достаточно сказать, что у меня еще на популярнейшем сайте Гордона, вы знаете, это очень популярные журналисты вообще в мировом масштабе. У меня вышел отрывок тоже из книги о Чернобыльской катастрофе. Наши СМИ перепечатали эту статью мою о том, что Чернобыль, эта катастрофа высветила много характера Екатерина Рубачева, и в то же время показала все, так сказать, положительные качества Гейдара Алиева, потому что они по поводу освещения этой чернобыльской трагедии в советской прессе склестнулись, и мнения их разошлись. Гейдар Алиевич был за то, чтобы дать народу полную безусловную правду, без всяких купюр. Он был за гласность. В то время как Горбачев гласность объявил только декларативно и боялся сказать народу правду, и эту правду все так и не сказали. А Гейдар Алиевич гласность объявил еще далеко до прихода своего к власти второй раз. Еще в 70-е годы в Азербайджане была гласность, понимаете? И в литературе была гласность, и в журналистике была гласность. И он скрывал недостатки очень серьезно и беспощадно. И вот это его качество он сохранил и после своего второго прихода к власти. И работая в Москве, он говорил народу, надо говорить правду, какой бы она тяжелой ни была. Тогда мы вместе быстрее найдем путь к исправлению этих недостатков. Мы свято чтим во всех, во всех, можно сказать, региональных отделениях диаспорских наших организаций. Прошли мероприятия, издаются книги. Я еще раз хочу сказать, что Гейдар Алиев был очень счастливым человеком, он был победителем по натуре, он никогда не проигрывал. И вот пример сегодняшнего Азербайджана, это лучшее доказательство его лидерства, его величия, его дальновидности. Он поставил во главе страны после себя именно ту личность, которая оказалась под силу решить судьбоносные для всего Азербайджана задачи и показать всему миру, что же такое Азербайджан и азербайджанское государство. Юлимир Айханов, спасибо вам огромное за очень содержательные ответы. Спасибо, я благодарю вас, что нашли для нас время. Спасибо любимому каналу, все мы за рубежом смотрим его. Этот канал очень нужен, очень нужен, конечно, не только нам, а прежде всего и диаспоре, и нужен людям далеко-далеко за пределами нашей страны. Вы несете правду очень оперативно, а главное, очень качественно и интеллигентно. Вам за это тоже большое спасибо. Спасибо вам большое, всего доброго, спасибо. Я напомню о заслугах общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы говорили с послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой. Карабахская тематика неизменно остается на повестке. Постконфликтная ситуация требует особого внимания. Разблокировка коммуникаций в регионе и отказ Армении предоставить Азербайджану карты минных полей. Эти и другие важные вопросы обсудили на этой неделе в рамках визита Сергея Лаврова в нашу страну. Встреча президента Ильхама Алиева и главы МИД России прошла позитивно. Договоренности по Карабаху выполняются. Поддерживается постоянный контакт лидеров Азербайджана и России. Итоги переговора в Баку обсудим с директором Российского института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Прежде я предлагаю послушать основные заявления со встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы МИД России Сергея Лаврова. Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой. Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны. И после окончания военных действий в течение вот этих шести месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и с представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации. Для сравнения скажу, что после первой Карабахской войны в течение всех лет оккупации нам не было с армянской стороной передано ни одно тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего, а таких у нас около 4000. Конечно же, очень хочу подчеркнуть то, что мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта создает для этого оптимальные рамки и, конечно же, вопросы, связанные с решением гуманитарных последствий войны. Вы упомянули о военно-пленных, о том, чтобы не допускать каких-либо злоупотреблений, связанных с историческим наследием, религиозным наследием. Все это мы очень хотим помочь решать максимально конструктивно. Итак, у России есть свои собственные интересы в регионе, и прежде всего это обеспечение стабильности в регионе. Визит Сергея Лаврова способствует прежде всего и тому, чтобы исполнялись все пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, подписанные по Карабаху. В этой связи остро стоит вопрос карт минных полей. Эта тема обсуждалась не раз, мы о ней говорим очень много, но тем не менее, что Россия, на ваш взгляд, могла бы сделать в этом направлении? Могла бы она как-то повлиять на официальный Ереван, чтобы эти карты наконец-то были представлены Баку? Россия без сомнения пытается разрешить этот сложный вопрос. И, к сожалению, кроме дипломатического давления, кроме попытки уговорить армянское руководство способствовать нормализации в этой части и дальнейшей деэскалации ситуации, пока что других методов воздействия в России, конечно, нет. Здесь, к сожалению, накладывает на себя отпечаток сложная ситуация внутри самой Армении. И, наверное, ее можно рассмотреть в двух направлениях. С одной стороны, хаос в управлении Армении, в сложных взаимоотношениях между премьер-министром и генеральным штабом, между политиками и военными. Армение к нынешней ситуации не способствует тому, что премьер-министр может заставить военных что-то сделать. Вот не такая там сейчас ситуация. И единой вертикали власти, единого центра принятия решений в Армении, к сожалению, не существует. Мы это видим на протяжении всех последних месяцев. Поэтому даже, может быть, какие-то договоренности, достигаемые в МИДе, достигаемые при других официальных встречах, не факт, что будут выполнены, если даже такая команда поставит. С одной стороны. С другой стороны, Армения стоит перед серьезнейшими выборами в парламент. И, наверное, в этой ситуации, и мы это видим на фоне ряда других болевых точек, которые сейчас возникают, руководству Армении не очень хочется в глазах своих избирателей идти на какие-то пути отступления. Им сейчас нужно, наоборот, продемонстрировать свою агрессивность, свою непримиримость, свою активность. Лучше бы они его, конечно, применяли в других направлениях, но считают, что это нужно сделать сейчас. И для них попытка нормализовать отношения и добровольно отдать карты минных полей, если даже такая возможность есть, а я подчеркиваю, что у политического руководства Армении может быть и нет такой возможности, даже если такая возможность есть, они будут рассчитывать, что это слабость, это помешает им переизбраться в парламент. Поэтому давайте сейчас будем как можно дольше держать паузу, делать, что мы ничего сделать не можем, что мы вот такие принципиальные, отдавать ничего не хотим. На мой взгляд, вот эти два фактора сейчас влияют на то, что армянская сторона идет на такой деконструктивный подход. Для Армении, конечно, тоже нужно было бы с стратегической точки зрения максимально быстрее отстраниться от всей проигранной войны, перейти к новой нормальной жизни. Это бы способствовало и росту благосостояния населения, и укреплению политических институтов. Но пока Армения завязла в вот этой точке перехода от военной жизни к нормальной экономической составляющей. И это мешает решить вопрос, без сомнений. Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, ваше мнение хочется узнать. Все-таки оказывается это дипломатическое давление сейчас со стороны России на Армению? Да, давление без сомнения оказывается. Россия без сомнения участвует в решении этого вопроса. И так как данная тема была затронута во время визита Сергея Лаврова в Баку, значит, МИД в это включен. Еще раз, включение Российской МИД – это не стопроцентная гарантия, что вопрос будет решен именно в ситуации с нынешними нюансами внутри Армении. Хорошо, послушаем следующий фрагмент со встречи Ильха Малиева и Сергея Лаврова. Те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международной признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны. И в первую очередь для армянской стороны, поскольку к чему вот эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, вторая Карабахская война наглядно продемонстрирует. Я с вами солидарен на 100%, уважаемый Ильхам Гидарович, что риторика, которая носит такой неконструктивный, недоброжелательный характер, она не помогает. И мы будем стремиться носить свой вклад в то, чтобы договоренности, о которых идет речь, которые достигнуты двумя президентами и премьер-министром Армении, и чтобы они выполнялись в условиях, способствующих конструктивным результатам. Как мы еще раз услышали, у России и Азербайджана есть общая позиция. Это договоренности по Карабаху. Трехстороннее заявление должно непременно исполняться. И кто бы ни пришел к власти в Армении, должен это ясно осознавать. Но, тем не менее, мы слышим оттуда, что реваншистские силы говорят о том, что мы Карабах снова вернем. О каком реванше с армянской стороны идет речь, и на что с практической точки зрения сегодня способна Армения? С практической точки зрения ни на что. Поражение в войне 2020 года показало нынешнее состояние армянских вооруженных сил. Поэтому Армения самостоятельно решить данный вопрос не может. И здравомыслящие политики это прекрасно понимают. Поэтому речь идет не о реальном реваншизме, а о участии в выборах. Да, психологические настроения в армянской части электората сложные. Далеко не все население окончательно пережило уже это поражение. И играть на этих реваншистских настроениях избирателей политические силы будут. Что мы и видим. Приход их к власти усложнит переговорный процесс, замедлит реализацию достигнутых соглашений. Я практически убежден, что на новую войну никто никогда не решится в Армении, без сомнения. Самоубийц там нет, кончится все для Армении еще только хуже. Но поиграть сейчас перед выборами, да, такая возможность есть. Бросить бессмысленные лозунги, да, есть. Подогреть настроение внутри армянского общества, да, попытки будут. И это опасно, это неприятно. И это то, о чем говорили на встрече в Баку. К сожалению, да, еще раз говорю, фактор выборов 20 июня очень сильно влияет на нынешнее поведение армянского и нынешнего руководства, и его политических оппонентов. Ну, собственно, в последние дни мы это видим. А каковы шансы бывших лидеров Армении вновь вернуться к власти? Это как раз-таки те руководители Армении, которые довели страну до такого состояния. Народ примет их обратно? Ну, пока нет. Если посмотреть на социологию, в общем, Пашиняны, стоящие за ним силы выбора должны выиграть, если ничего чрезвычайного в Армении не произойдет. Именно поэтому Никол Пашинян пошел на достойношный распуск парламента, потому что сейчас у него силы есть. И сейчас ему нужно легитимизировать свое сохранение власти после поражения в войне, продемонстрировать, что все равно поддержка населения на его стороне. Поэтому пока ожидать изменений, наверное, не приходится. И в этом отношении, наверное, все заинтересованы. И Москва, и Баку, и международная общественность. В общем, сейчас, конечно, выгоднее сохранить статус КВО. И уж, коль скоро Никол Пашинян подписал эти соглашения, коль скоро он несколько раз участвовал в совместных переговорах по их имплементации, он и дальше будет идти по этому пути. Ему сейчас нужно только подтверждение своего мандата. По итогам переговоров министров иностранных дел России и Азербайджанов состоялся брифинг. И я предлагаю послушать важные заявления, которые были сделаны там. Мы можем говорить о возможной нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан в этом заинтересован. Что касается армянского населения, проживающего в Азербайджане, мы готовы предпринимать все необходимые усилия и действия для интеграции данных граждан в политическое, экономическое, социальное пространство. Востребована остается деятельность и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию решению гуманитарных задач и продвижению мер укрепления доверия между сторонами. О востребованности Минской группы ОБСЕ. Эта тема не раз тоже обсуждалась. Извлекла ли она урок из своей предыдущей практики по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта? И какой ощутимый эффективный вклад она могла бы сейчас привнести в уже постконфликтный период? Мне кажется, это такой дипломатический реверанс, который Сергей Лавров сделал в сторону Парижа, в сторону других участников Минской группы. На самом деле говорить о том, что серьезный вклад Минской группы внесла в урегулирование, наверное, не приходится. Да, серьезные переговоры до этого были, и серьезные предложения армянской стороне выдвигались. Даже готовился план, по которому можно было бы разрешить конфликт в мирном путем, без военных действий. И в общем, на это многие были согласны. Даже армянская сторона на это в какой-то момент вроде бы как соглашалась, как мы знаем. Но потом все это срывалось, очередной раз армянская сторона шла по неконструктивному пути, и давления на нее, рычагов влияния у Минской группы не было. Поэтому все завершилось так, как завершилось, как мы знаем. И говорить о том, что сейчас у Минской группы появляются новые возможности, наверное, нет. Но политический реверанс должен был сделан, и его произвел Сергей Лавров. Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, то тоже... Поэтому вмешиваться сейчас представителям новых дипломатических кругов, попытка войти новым игрокам в переговорный процесс, это отголоски крупных международных событий, которые мы видим. На них нужно спокойно реагировать. Ну, собственно, это на данной конференции было продемонстрировано. Дмитрий Владимирович, последний вопрос вам будет касаться того, что Сергей Лавров посетил в Баку православный храм. На этом фоне я хочу спросить о том, как можно логически понять претензии армян к Азербайджану, когда они говорят о том, что мы небережно относимся к христианским памятникам. Это при том, что Армения моноэтническое государство, 99% там этнические армяне. Ну, смотрите, на самом деле претензии армянской стороны, это еще раз, это из области пропаганды. И понятно, что в состоянии войны, которая была осенью, в попытке выйти из этой войны, пропагандистские институты будут использовать различные поводы, различные вбросы, фейки. Ну, ничего нового в этом не происходит. И да, конечно же, попытки Армении в христианской стране каким-то образом именно религиозную карту положить на стол переговоров и в этом отношении показать большую заинтересованность России в поддержке Армении, чем в поддержке Азербайджана. Да, такая карта будет использоваться, она периодически возникает, но российская сторона совершенно адекватно к этому относится. И тоже не приветствует такие заявления, как было отмечено. Да, да, полная толерантность, полная веротерпимость и равноправие всех великих в Азербайджане в России прекрасно знают. Поэтому информационный вброс информационными вбросами реальное состояние делал известно. На этой части они, конечно, не работают. Спасибо вам большое за ваши ответы и за то, что уделили нам время. Спасибо. Спасибо, рад был и счастливого. До свидания. Спасибо, всего доброго. Я напомню, итоги визита Сергея Лаврова в Азербайджан нам комментировал директор Российского института современного государственного развития Дмитрий Солонников. К слову, в Баку глава МИД России также говорил об искреннем желании Москвы обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях была доставлена в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник Ви». В этом месяце ожидаются очередные поставки. Соответствующие ведомства двух стран ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане, учитывая наличие здесь технологической базы, производство этой вакцины. До 15 тысяч военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 30 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Сегодня стартовали учения азербайджанской армии, продлятся они до 20 мая. За это время войска также выполнят задачи по предотвращению провокаций, незаконных вооруженных формирований и проведению контр-операций по нейтрализации террористов. К другим событиям недели завершился священный месяц Рамазан, олицетворяющий собой самые чистые чувства и благородные намерения, прививающие такие высокие нравственные ценности, как стремление помогать и делиться. Азербайджан – один из историко-культурных центров мусульманского мира. Наша страна – уникальное пространство, где на протяжении сотен лет существует межрелигиозное согласие и сотрудничество. С наступлением праздника Рамазан поздравили азербайджанский народ и всех наших соотечественников первые лица государства. В своем поздравлении Ильхам Алиев особо подчеркнул. В священные дни Рамазана, еще более усиливающие единство нашего народа, ставшее торжеством духовно-нравственного богатства, присоединяюсь к вашим молитвам во имя процветания и прогресса нашей страны. С уважением отдаю дань бессмертной памяти героических сынов Родины, пожертвовавших жизнью во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. И в завершении выпуска поступили в продажу билеты на бакинские матчи Евро-2020. Столица Азербайджана примет четыре игры главного турнира Старого Света. Подробнее же об этом расскажет мой коллега Эмин Ахмедов. Эмин, здравствуй, ждем подробности. Здравствуй, Мехрибан. Да, билеты поступили в продажу 15 мая. Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля этого года. Так вот, Баку примет четыре матча этого чемпионата. 12 июня сыграют команды Уэльс и Швейцария. 16 июня Турция встретится с Уэльсом. 20 июня Турция встретится со Швейцарией. И 3 июля пройдет четвертьфинальная игра. Так вот, в связи с пандемией коронавируса количество зрителей на трибунах во время чемпионата Европы будет ограничено. Баку примет количество зрителей около 34 тысяч человек. Примерно такое же количество зрителей будет и во время матчей в Санкт-Петербурге. Так вот, Европы состоится в 11 городах. Давайте посмотрим список этих городов. Он сейчас будет на ваших экранах. Так вот, это Баку, Санкт-Петербург, Лондон, Рим, Бухарест, Мюнхен, Копенгаген, Амстердам, Глазго, Будапешт и Севилья. Изначально количество городов составляло 12. Так вот, оттуда отсеялись Бильбау и этот город заменил Севилья. А матчи, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге. Так вот, хочется поговорить о самом турнире, о регламенте турнира. Будет 6 групп и эти группы сейчас на ваших экранах. Сначала пройдет групповая стадия, каждая команда в группе сыграет с каждой, после чего начнется стадия плей-офф. Так вот, из каждой группы в стадию плей-офф пройдет по 2 команды и также 4 команды выйдут в стадию плей-офф с третьих мест в группе. Это будут 4 из 6 лучших команд, которые займут третье место. Если говорить о стадии плей-офф, она начнется с 1-8 финала. 26 июня матчи состоятся в Амстердаме и в Лондоне. 27 июня игры примет Будапешт и Северия. 28 числа Копенгаген и Бухарест. И 29 июня Лондон и Глазго. После чего стартует четвертьфинальная стадия. Она пройдет 2 и 3 июля. Так вот, 2 июля матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Мюнхене. И 3 июля, как я отмечал, четвертьфинальная игра пройдет в Баку. И другая игра состоится в Риме. Матчи полуфинала и финалы пройдут уже в Лондоне на стадионе Уэмбли. 6 июля пройдет первый полуфинал, 7-го пройдет второй полуфинал. И финальная игра состоится 11 июля. Так вот, если поговорить, возвращаясь к теме билетов, то билеты на этот турнир можно будет приобрести в центральных кассах города Баку и также в центрах службы Асан, а также на сайте itikis.as. Цена билетов составляет 60, 150 и 250 монатов. На этом у меня все, Мехребан. Спасибо большое, Эмин, за подробную информацию. Это были самые значимые события недели, о которых вам сообщили. Я, Мехребан Касумба, и мои коллеги, журналисты телеканала CBC. Мы увидимся вновь, как обычно, в воскресенье в 21.00. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин